Добрый день! Меня зовут Екатерина Хрусталева и я рада приветствовать вас на канале Фурнитура Мастера. Мы с вами продолжаем готовиться к наступающему Новому году крысы. И сегодня мы сошьем вот такой небольшой кошелек. Его также можно использовать как чехол для мобильного телефона. Закрывается на магнитную кнопку и на лицевой стороне у него вот такая симпатичная мордочка мышки. И для изготовления кошелька мышки нам понадобится хлопок. Эти звездочки я буду использовать для внешней части кошелька и вот эти золотые флажки для внутренней части кошелька. Также понадобится ткань для мордочки и ушек. Я буду использовать вот такой джинсовый мягкий хлопок в горошек. Магнитная кнопка для того, чтобы кошелек закрывался. Две пуговички для глазиков мышки, пуговичка для носика. Два куска дублерина, которыми я буду уплотнять места, в которых будет крепиться магнитная кнопка. И два куска флезелина, которым я буду уплотнять внешнюю деталь и деталь мордочки. Все детали на листе выкроек приведены без припусков на швы. И для тканевых деталей припуски на швы я буду прибавлять. И с флезелина детали я выкрыла без припусков на швы. И в первую очередь мне нужно приутюжить флезелин к внешней детали кошелька. Я кладу флезелин клеевой стороной на изнаночную сторону детали. То есть моя клеевая сторона у флезелина вот здесь, она легла на изнанку детали. Приутюживать флезелин нужно через техническую ткань. У меня это просто кусок хлопковой ткани. И также необходимо приутюжить флезелин к детали мордочки. Я точно так же кладу флезелин клеевой стороной на изнаночную сторону детали. И через техническую ткань приутюживаю его горячим утюгом. И у детали мордочки я вот эту часть отогну припуски на швы на изнаночную сторону. И сразу их заутюжу. Я стараюсь утюгом не попадать на флезелин, чтобы он не приклеился к подошве утюга. И с другой стороны. Я сложила кусок ткани, из которой буду выкраивать уши пополам. Перенесла деталь выкройки, ушек будет два. Перенесла деталь выкройки на эту ткань. И сейчас проложу шов вот по этой линии и вот по этой линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вырежу уши ножницами зигзаг. Если у вас нет ножниц зигзаг, то можно вырезать детали обычными ножницами и сделать засечки, чтобы шов ложился ровнее. Вывернуть детали на лицевую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И уши мне нужно пришить к основной детали кошелька. Вот это у меня мордочка. Она будет располагаться на детали кошелька вот таким образом. И уши у меня будут находиться примерно вот здесь. И вот здесь. И нужно мне пришить эти уши. Строчку нужно проложить ниже, чем вот эта линия край мордочки. То есть строчку я буду прокладывать на основной детали примерно вот на этом и на этом уровне. И точно так же линии я провела не по краю детали мордочки, а чуть глубже. Ушки я сложу вот таким образом. И крепить на основной детали я их буду именно вот с такой складочкой. И второе ухо. И я проложу строчку вот здесь вот и вот здесь. Закреплю эти уши на внешние детали кошелька. Закреплю эти уши на этих уши. места где будет устанавливаться магнитная кнопка нужно продублировать дополнительно флизелином или дублерином на детали подкладки кнопка будет устанавливаться вот здесь я перенесла с детали выкройки точку где будет устанавливаться кнопка и при утюжи в этом месте дополнительный кусок флизелина и то же самое на внешней детали кошелька и теперь я закреплю деталь мордочки на внешней детали я проложу строчку от верхнего края я буду отступать около двух миллиметров и также вот здесь продлю ее но здесь я буду отступать уже побольше 3-4 миллиметра и теперь мне необходимо на мордочку мышки пришить глазики пуговицы и нос пуговицу я наметила места в которые буду пришивать пуговицы и начну с пуговиц глаз и москвы и и и и и и теперь мне необходимо сшить эти две детали деталь подкладки внешнюю деталь между собой я кладу их лицевой стороной друг другу скрепляю и проложу строчку вот по этой линии я сшила две детали выверну кошелек на лицевую сторону и заутюжу этот шов и вдоль вот этого края отступает края 2 миллиметра я проложу декоративный шов с лицевой стороны я буду использовать синие нитки а с изнаночной стороны я буду использовать белые нитки и сейчас мне необходимо установить магнитную кнопку кошелечек в готовом виде будет выглядеть вот таким образом и одна часть магнитной кнопки будет установлена на детали подкладки а вторая магнитная кнопка вторая часть магнитной кнопки на внешней детали но я сейчас установлю кнопку только на подкладку одну часть а вторую часть Я установлю, когда у меня уже будет все готово и когда я буду знать точное место, чтобы у меня все хорошо сходилось. Магнитная кнопка состоит из двух частей. Магнитная часть и немагнитная часть. На подвижную деталь всегда устанавливается немагнитная часть. А на основную деталь, вот сюда, будет установлена магнитная деталь кнопки. Магнитная часть кнопки. и сейчас я намечу точку в которой буду устанавливать магнитную кнопку найду середину у меня это восемь с половиной сантиметров и это будет примерно вот здесь магнитной кнопки есть два усика именно под них я сделала отметки я буду делать разрезы в этих местах я буду использовать вспарыватель вы можете использовать маленькие ножницы либо маникюрные ножницы и я вставляю усики кнопки в отверстие с обратной стороны надеваю вот такую заглушку и расправляю усики кнопки в разные стороны кнопка установлена я перехожу к окончательной сборке кошелька я согну внешнюю деталь пополам таким образом чтобы край у меня находился на уровне отметок которые я перенесла с детали выкройки и скреплю детали между собой и с другой стороны точно также край детали должен находиться на уровне отметки деталь подкладки я согну таким же образом единственный сгиб у меня будет проходить чуть выше чем сгиб основной детали так чтобы у меня не было лишних складок и лишнего объема внутри самого кошелька если вот здесь деталь у вас будет выходить за край внешней детали деталь подкладки ничего страшного можно потом будет срезать лишнее я оставляю здесь зазор примерно 1 2 миллиметра и скрепляю вместе уже все детали я проложу шов и проходить он у меня будет вот от этого края по всему периметру и вот до этой точки здесь я оставлю отверстие для выворачивания то есть мой шоу будет идти вот отсюда и вот до этой точки вначале в конце шва я сделаю закрепку и вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас я закрою швом только внешнюю деталь. То есть я отворачиваю деталь подкладки на изнаночную сторону, закреплю ее для того, чтобы она точно не попала в шов. И закрою оставшийся кусок внешней детали. И сейчас внешняя деталь кошелька у меня сшита целиком, а в детали подкладки, а в детали подкладки у меня осталось отверстие для выворачивания. И сейчас я срежу лишнюю ткань и буду выворачивать кошелек на лицевую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расправлю все углы. И перед тем, как зашивать отверстие для выворачивания, мне нужно установить вторую часть магнитной кнопки. Я закрываю кошелек и сделаю отметку там, где у меня магнитная кнопка, вторая часть магнитной кнопки попадает на внешнюю деталь кошелька. Я сделала, нарисовала две линии. По ним я сейчас буду делать небольшие разрезы. С обратной стороны, примерно на этом уровне, у меня наклеен дополнительный кусок флизелина. На основную часть кошелька я устанавливаю магнитную часть кнопки. Я вставляю усики в эти отверстия. С изнаночной стороны на усики надеваю заглушку. И разгибаю усики в разные стороны. Кошелечек закрывается, все на месте. И теперь мне осталось зашить отверстие для выворачивания. Я загну необработанные края внутрь. Скреплю детали между собой. И проложу строчку непосредственно по лицевой стороне подкладки. Я заутюжила вот этот край, проложила декоративный шов. Строчку, отступая от края 2 мм, наш кошелечек готов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! До свидания!